Всем добрейшего утра из, да, пока еще снежного, но, как вы видите, абсолютно пасмурного, штата Колорадо, город Стимбат Спрингс. В общем, с каждым днем мои шансы доехать в Украину тают. Вот, и в связи с этим, поездка, кстати, мной была запланирована на май месяц. В связи с этим было решено на данный момент отправить все-таки какую-то часть подарков, которая предназначалась для моего брата и мамы в Украину посредством United States Postal Service. Сейчас хочу показать, что, почем стоит отправить из Америки в Украину что-либо. Поэтому, ребят, кому интересно, оставайтесь со мной, потому что сейчас конкретно вот по размерам коробок и сколько что стоит. Вот, и какая альтернатива может быть, если нет возможности платить такие большие деньги. Итак, смотрите, первоначально я упаковала все подарки вот в такой, ну, свой бокс. Как вы видите, его размер небольшой. Вот я поставила сейчас их вместе. То есть, вот этот мой бокс, он немножечко больше, чем стандартная коробка, которую бесплатно предоставляют на почте. Так вот, взвесив все, когда вы отправляете свой бокс, то, естественно, стоимость отправки рассчитывается так. Они измеряют размеры коробки плюс вес. И вот мне сказали на секундочку, что вот такая коробка будет стоить мест с доставкой 99 долларов. Вот, опять делаю сноску, это считается международная посылка. И, естественно, если вы отправляете все в пределах Соединенных Штатов, ну, цены будут намного меньше, да. Но самое интересное, когда я поинтересовалась, есть ли страховка на коробку, что это значит. Ну, например, она потерялась где-то по пути. Вот, то страховка на такой вид посылок, особенно в своих коробках, не предполагается. Вот, конечно, это привело меня к мысли узнать, что, почем стоит, если я буду отправлять в их ферменных коробках посылку. Показываю их размеры. Ребят, как вы видите, коробочки, ну, очень маленькие. Вот это вот называется Medium Flat Rate Box. У нее вообще, видите, такой микроскопический размер. Но зато можно положить 20 паунда в нее. Первоначально девушка мне сказала неправильную информацию. Она говорит, вы можете положить, сейчас резкость наведу, до 70 паунда. Вот, видите, здесь написано. Но потом я дочитала уже на коробке, здесь вот красным по белому написано. For international shipments, maximum weight 20 паунд. Для международных отправок, что, собственно, и будет, да, если я из США в Украину буду отправлять 20 паундов. Ну, грубо говоря, это чуть больше, чем 10 кило. То есть, стоит такой вопрос. Уплачивая на секундочку, это будет стоить, я узнала, 81 доллар. Вот за вот эту маленькую коробочку, ребят. Соответственно, что имеет смысл отправлять в такой маленькой коробочке за 81 доллар? Ну, или что-то дорогостоящее, да? Или тогда уже 20 паундов чего-либо. Что-то тяжелое, да? Вот коробка, которую выбрала я. Она, видите, как большая. По размеру я ее замерила. Она приблизительно вот так, 32 на 32 сантиметра. И вот здесь вот 14,5 сантиметра в высоту. То есть, как вы видите, она тоже не очень большая. И, в принципе, чуть-чуть меньше, чем моя первоначальная коробка. Так вот, это мне нужно будет заплатить 107 долларов. На секундочку. Но, правда, тоже 20 паундов можно в нее положить. Так что, делайте выводы по поводу того, сколько стоят отправки. Да, и почему, есть такой нюанс, почему лучше отправлять в их коробках товар? Ну, потому что, как я сказала, здесь страховки никакой не будет. А цену вы заплатите, да, 99 и 107, ну, практически то же самое. Но в этой коробке есть 200 долларов страховка. Ну, ее платить не надо, это все включено. То есть, если ваша посылка пропадет, вам 200 долларов вернут. И вот за эту коробку, которая стоит 81 доллар, здесь 100 долларов страховка. Вот, ну, я решила, что, знаете, 81 и 107 долларов, не такая большая разница. Страховка здесь больше. Ну, и, соответственно, я могу больше всего положить. В принципе, я уже все упаковала. Вот у меня здесь пойдут две пары новой Adidas кроссовки, новые туфли. Это подарок для брата, как раз должна прийти к его дню рождения. Кстати, отправляют они посылку. И в течение 7 бизнес-дейс, ну, она приходит в Украину. То есть, достаточно быстро. Вот. И почему, вот вы видите, здесь я разложила всякие вкусняшки. Ну, потому что у меня две пары shoes, да, и они очень легкие. Но, поскольку в коробку я могу на эти деньги 20 паундов нагрузить, я решила, что почему бы не положить какие-то вкусняшки туда. И, соответственно, вот буду отправлять шоколадки, манго сушеные, папайя. Но это то, чего у нас так особо, наверное, нет. Вот, crystallized ginger. Это имбирь, кристаллизованный в сахаре. Мне очень нравится. Ну, и мои любимые, видите, вот эти вот кинт-бары. Это орешки, в принципе, там с разными фруктами. Я их обожаю. Мой брат с мамой тоже. Поэтому покупаю я обычно боксы разные. И вот сейчас, конечно же, это будет пинат-баттер. Маме там витамины. Олманд-баттер. Я его купила в Natural Groceries. Положила просто в эту баночку. Вот, это не оригинальная банка. Вот. И там еще что-то. И, в общем, я их сейчас вот так вот по уголкам, все вот эти вот вкусняшки, раз, сую. Ну, в итоге где-то на 20 паундов коробка как раз и выйдет. Так, ну, и сейчас хочу все-таки закончить более подробно тему по поводу того, как отправлять посылки из Америки в Украину или Россию. Значит, когда мы еще жили в штате Вашингтон, я эту тему уже затрагивала неоднократно, показывала все координаты и так далее. И сразу скажу, к моему великому разочарованию, как только мы переехали из штата Вашингтон в новый штат Колорадо, где мы сейчас находимся, эти контакты мной, к сожалению, были потеряны. В каком плане? Ну, потому что здесь нет этих служб, которые могут очень дешево доставлять посылки. В двух словах напомню, на тот момент я отправляла огромные коробки, вес был абсолютно неважен. Ну, там было какое-то ограничение, ну, реально натрамбовать товар до такого веса, ну, это было нереально для нас, по крайней мере. И вот за такие огромные коробки мы платили 25 долларов. Отправляли их через христианские миссии. Кто живет в штате Вашингтон, просто, не знаю, забейте в интернете, это была христианская миссия Назарянин, по-моему, и еще какая-то. Вот, и там вот прямо по штатам, я уже показывала все эти координаты в своих видео на данную тему, можно было найти, в зависимости от того города, вернее, где Вы находились, вот, скажем так, этот центр приема посылок данной миссии, приехать к ним, нужно было приехать к ним, привезти посылку, заплатить наличными 25 долларов, и самый большой недостаток в этом всем был, что посылка шла, ну, месяц или полтора. Но плюс был, естественно, в ее цене и в том, что они приносили ее с доставкой на дом, то есть ничего дополнительно платить не нужно было. Но, насколько я знаю, в России, по-моему, они все-таки что-то там еще берут за доставку на дом, но при отправке в Украину такого не было. Вот. И я этой службой пользовалась неоднократно, честно скажу, отправила сколько, 4 или 5 посылок, 4, наверное, посылки, ни разу ничего не пропало, все дошло вот в том объеме, в котором было выслано. Переехав в штат Колорадо, я, конечно, эти контакты потеряла, потому что здесь таких служб нет. Собственно, поэтому мне пришлось в этот раз отправлять через USPS, извините, через американскую почту. USPS – это немножечко другая организация. Да, кстати, коль уж я о ней сказала пару слов, то, вы знаете, когда я свою первую американскую посылку отправляла в Украину, мы зашли также в USPS, потому что искали вариант, ну, где можно заплатить подешевле за один и тот же коробочек, и они нам называли, ну, какую-то там, ну, баснословно огромную цифру, то ли 500 долларов, то ли что-то такое, и мы, конечно, сказали нет. Ну, ни один человек в здравом рассудке не будет платить 500 долларов за отправку. Поэтому в данном случае я к ним даже не заходила, пошла просто в стандартную американскую почту и отправила коробку. Еще пару словов по поводу вот этих страховок, о которых я сказала. Страховка, конечно же, действует, пока ваша коробка движется по территории Америки. Они вам дают трекинг-номер, по которому вы можете отслеживать передвижение вашей коробочки, то есть где она находится. Этот трекинг-номер, по нему вы найдете даже, где ваша коробка после того, как она покинет границы Соединенных Штатов Америки. Но вопрос. Конечно, здесь, если коробка растворится, они вам эту страховку заплатят. Но я глубоко сомневаюсь, что вам оплатят страховку, если коробка пропадет на территории Украины. Насколько там наши службы доставки будут нести ответственность за ее сохранность, я в этом не уверена. Сегодня с одной девчонкой разговаривала, она из Болгарии. И вот я ей сказала, ты знаешь, отправила там посылки, там домой, тра-та-та. Она засмеялась и говорит, ну да, типа, держи вот так пальцы скрещенными. Я говорю, а что такое? Она говорит, ты знаешь, в Болгарии вот как отправляешь, там ну очень часто посылка или растворяется в пространстве, или что-то, ее какая-то часть просто пропадает. Меня, конечно, такие новости не радуют. Я реально очень сильно надеюсь, что она дойдет в целости и сохранности, и в том объеме, в котором была выслана. В общем, не знаю, как получится. Вот, это, значит, был вот такой рассказ по поводу USPS. И, значит, промежуточный по стоимости вариант отправки посылок, это номер 3 у нас будет, да, так называемая организация Мистэкспресс. Опять, в свое время, еще проживая в штате Вашингтон, я делала, да, какой-то там ресерч, даже звонила в эту службу, она мне не подошла. Почему? Ну, потому что находятся ее офисы там буквально в считанных городах. На тот момент я помню то, что врезалось мне в память. Это был, например, офис в Портланде, штат Орегон. И принцип такой же. Посылку нужно или привезти к ним в офис, или переслать американской почтой. Расценки на отправку посылки, конечно, не такие радужные, как при отправке через миссию, но, естественно, ниже, чем при отправке посредством американской почты. Но, есть большое но, как я сказала, офисы только в считанных городах. Соответственно, вам повезло, если вы живете конкретно в Портленде, и можете лично привезти эту посылочку в офис. А если нет, вот я подумала следующее. У меня огромная коробка. Отправлять ее даже здесь, вот этой американской почтой, даже в пределах США. Это влетит в копеечку, потому что у нее большой размер и вес. Соответственно, если сложить стоимость моей доставки этой коробки из того города, где мы жили, в офис Мистэкспресс, и плюс добавить затраты на доставку, которую делают они из Америки в Украину, то, в принципе, расценки получатся очень близкие тем, которые на американской почте. Ну, то есть, стоит ли вообще затевать эту игру? Да, и самое интересное, что посылка тоже идет очень долго, ну, там что-то месяц или что-то такое. Поэтому вот на тот момент для меня эта служба, ну, как-то не... Она мне не подошла. Ну, а вам, может быть, все зависит от того, где живете вы. Надеюсь, информация была очень полезна. Если да, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И до следующих видеорепортажей. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok